Гаварджоба майн либан пахи приветствую вас на очередном всенародном съезде шаманов отложите свои бубны начнем с теории и так думаю что большая часть игроков skyrim хоть раз допыталась собрать собственную сборку извините за тавтологию у некоторых это даже получалось увы не все так просто как хотелось бы мало просто собрать нагромождение модов побегать с ними денек посмотреть что ничего не вылетает и успокоить назвав это сборкой вася пупкинс эдишн нет дорогой мой вася проблемы возникнут обязательно таковы уж свойства игры и модов их делают разные люди на разном технологическом уровне хорошие сборщики годами тестируют сборки прислушиваясь комьюнити постоянно выпуская кумулятивные патчи тестируя моды на совместимость и занимаясь прочими азенизаторскими работами отчасти именно поэтому я и выбрал сборку slmp она самая кропотливо протестированная из всех что я пробовал по этой же причине я рекомендую ее вам но выбор как всегда за вами к чему я это веду независимо от того legendary was edition или special бездумное нагромождение модов легко запорит вам любую игру поэтому я решил использовать свой опыт плюс опыт автор сборки slmp чтобы дать вам действующие рекомендации к правильной игре в skyrim с модами ничего сверхсложного в этом нет во всяком случае технической точки зрения с моральной да строго говоря я расскажу вам как не запороть игру модами и таки пройти уже этот skyrim до конца собрать все что можно и успокоиться а говорю сразу даже эти способы не гарантирует вам стопроцентной стабильности просто смиритесь с этим это skyrim мы знали куда шли маленькие засранцы ну что ж время начинать ритуал берите в руки бубны пляски начинаются итак всего существует три правила правило первое для начала вам нужно определиться какую же сборку вы хотите legendary edition или special edition казалось бы ну какая мелочь о сколько раз я слышал от людей что поиграли они в legendary edition потом под воздействием чужого мнения например моего или личного интереса решили сменить его на special edition а тому же и интерес к игре пропал перепроходить одно и то же подряд по нескольку раз едва ли кто-то захочет так убить интерес к любой игре проще простого особенно если она длинная skyrim это очень длинная игра о плюсах и минусах разных версий я уже говорил в предыдущих роликах пару раз упомяну и в этом но в целом определитесь legendary более привычная special более стабильно и умеет работать современным железом под современным я подразумеваю наверное теперь уже любое железо вышедшие позже пятнадцатого года лично же я буду в качестве примера показывать именно special edition далее вам понадобится последняя версия сборки на основе которой вы хотите создавать свою игру конечно никто вам не мешает взять чистый skyrim и уже на него навешать нужные вам моды если их совсем немного меньше двадцати например так даже будет актуальнее но вспомните что я говорил про оптимизацию skyrim сделан криво в любой своей ипостаси и нормальные сборщики годами вычищают мусор и исправляют косяки разработчиков поэтому лучше не выпендриваться и воспользоваться сборкой человека которому доверяете ну хотя бы по опыту в моем случае это сборкой с lmp на данный момент это версия 3.0 для legendary edition вышло вот буквально на днях и 1.7 для special edition автор обещал заняться ей плотнее но дойдут ли руки и трудно сказать впрочем подробнее смотрите в ролике по подсказке ну и вот теперь самое интересное я понимаю что найти эту сборку в интернете в виде обозначенных таррентах поисковике slmp задача не посильная иначе откуда столько кричащих откуда скачать я уже два раза показывал откуда давайте покажу в третий раз в последний на сайте сборки указаны источники откуда ее можно скачать на других источниках она также может быть но там автор не ручается за то что ее не изменили или что там последняя версия но и вот в списке есть сайт true trackers.org это таррент которым я сам пользуюсь просто вводите в поисковике slmp и все вот он тарренты если вдруг кто-то до сих пор не в курсе да заблокированы по велению позор надзора так что используйте уже vpn и прекратите писать что ссылки заблокированы драграм не в курган правило второе всеми правдами и неправдами избегать классической установки модов что это такое это то что было раньше просто кидаешь папку с модом папку с игрой это верный способ запороть как моды так и игру одни и те же файлы в разных модах могут конфликтовать и перезаписывать друг друга точнее именно так как правило и случается даже если они не нарушают работу других модов допустим вы решите удалить плагин и что будете делать по образцу будете высказать каждый файл и удалять его вручную но это медленно а если эти файлы перезаписали файлы из другого мода а удалив их вы и тот мод угробить и никогда не поймете что с ним вдруг такое стало а если файлов не десятки например там сотни или тысячи например от какой-нибудь скриптовый мод вот поэтому лучше использовать сторонние программы лично я рекомендую мод органайзер но есть еще и nexus менеджер он же вроде теперь vertex и какие-то другие органайзеры менее популярные менее удобные они очень просты в освоении возможные ошибки также можно решить погуглив проблему но и кроме того лучше один раз научиться пользоваться всем этим потратив немного времени полчаса вполне хватит максимум час чем потом тратить целые дни на то чтобы понять а что не так с вашей игрой почему ничего не работает и как удалить ненужный мод давайте покажу опять же на примере мода органайзера на данный момент последняя версия 211 если будут новее можете попробовать за них не ручаюсь но более старые не трогайте за них я ручаюсь что некоторые из них нихрена вообще не работают особенно за спешил эдишн установили запустили сперва вам предлагает создать нечто вроде профиля это пригодится тем кто хочет играть одновременно и в леджин и ри спешил эдишн и допустим еще в эндерал или фоллаут 4 выбираем нужную вам между ними кстати можно будет бесполезно переключаться указывая папку на вопрос показать обучение вежливо отказываем мы и сами все поймем закрываем мод органайзер и снова его открываем если он ругается на то что не может найти игру то это потому что в директории игры каким-то макаром отсутствует файл skyrim launcher.exe в случае со спешил эдишн эту задачу можно решить просто создав копию skyrim.se.exe и переименовав его в skyrim launcher теперь мод органайзера ругаться перестанет славно хотя в новой версии такого безобразия я не наблюдал далее необходимо настроить его внешний вид можете оставить любой по вкусу для начала закройте мод органайзер и откройте панель управления сборкой или же игрой если у вас не сборка и уже в ней пройдите в настройки игры и выставьте нужный вам потому что выставлять игровые настройки через мод органайзер это очень плохая идея закрываем панель открываем органайзер и сразу идем создавать новый профиль поставьте галочку на использование уникальных сохранений настройка если вам это нужно это может быть полезно если вы захотите отдельный профиль для теста или же если вы собираете две сборки для разных целей мало ли сохранение для каждого профиля также будут отдельными если вы поставили соответствующую пометку единственный момент они будут находиться в той папке которая указана в мод органайзере они там где они обычно лежат учтите это что мы сейчас сделали мы создали отдельный профиль если вы запорите игру или решите начать заново вы просто поменяйте профиль и те моды что входили в ваш тот старый профиль сами отключится а вы сможете поиграть в чистый skyrim или создать новый набор модов графические настройки при этом также будут переключаться если вы выбрали соответствующую опцию есть такой момент что игра может у вас вылететь при старте новой игры или загрузки в этом случае проверьте настройки и не файлов игры скорее всего дело в них поэтому я и говорил что настраивать графику нужно через обычные лаунчеры теперь настройках во вкладке способы обхода уберите галочку с отображения установленных у вас вне органайзера модов чтобы моды сборки не засоряли его если конечно они у вас есть далее во вкладке пути укажите пути для всех пяти папок а именно для папки с модами для папки с перезаписанным с оверрайтом то бишь для кэша данных для загрузок и для профилей не рекомендую хранить все это на диске c вообще что-либо важное не рекомендую хранить на диске c в принципе как сделал я я в папке со skyrim создал папку м.о. и уже в ней создал пять папок которые и указал в органайзере собственно для удобства я буду использовать именно эту схему теперь все наши плаги будут лежать в папке mods что согласитесь удобно осталось еще пара моментов во первых необходимо отсортировать моды потому что скорее всего при загрузке в органайзере приоритет у них будет раскидан просто жмите кнопку сортировать и ждите когда будет готова желательно вообще заморозить эти моды чтобы порядок больше не нарушался но это необязательно если вы будете дальше работать над сборкой раньше кстати сортировка не работала с модами которые вы сами собирали из кучи других сейчас все работает не забудьте их подключить кстати моды то это делается в левом окне просто поставьте галочку и все во вторых необходимо провести тестовый запуск для этого идем в настройки запуска вот тут и меняем ярлык запуска со skyrim на skse это необходимо ибо если запускать не с расширителя скриптов то моды которым он необходим работать не будут а так как это моды для большинства сборок то собственно говоря и skyrim просто работать не будет жмем запуск и должно все заработать если вдруг не заработала и игра говорит мол ярлык найти не могу значит идем в папку с игрой data и skse открываем файл skse-ini и меняем верхнее имя на имя того ярлыка с которого ваш skyrim запускается такая проблема вероятно настигнет вас если вы решите подобным образом запустить special edition так как ярлык игры называется не skyrim а skyrim exe в некоторых версиях некоторых сборок впрочем последних версиях моей сборки я такой проблемы вообще не встречал так что идем дальше теперь нужно настроить самую необходимую в сборке утилиту вниз она отвечает за добавление анимаций то есть если вы установили мод в котором есть анимация обязательно запускайте вниз и обновляйте настройки если этого не сделать в лучшем случае вместо анимации будет стойка смирно в худшем такая стойка будет вместо всех анимаций чаще всего последняя особенность здесь в том что обычно вниз считывает анимации из папки data а мы работаем из папки mods поэтому идем в настройки запуска и создаем новый ярлык тут пишем название здесь пишем путь до утилиты вниз он лежит там куда вы его установили а тут прописываем ту папку в которой он будет сканировать то бишь папку mods применяем спускаем все работает заживись гора с плеч какой-то версии органайзеров вниз работать отказывался ох и намучился я с ним знаете а может так случится что первый раз он отсканирует как надо при повторной попытке скажет что мол на этом мои полномочия все ошибка в этом случае заходим в папку оверрайт она в самом низу и удаляем в ней папку tools потому что ее вниз почему-то стесняется теперь он будет нормально сканировать если у вас есть еще какие-нибудь утилиты которые вы используете то их тоже нужно подключать также как и вниз через мод органайзер но но далеко не всем нужно прописывать иной путь работы у меня вы можете видеть и другие иконки они кстати выносятся на эту панель просто выборов в графе нужной жмете ярлык панель инструментов все с настройкой органайзера закончили больше с ним проблем быть не должно у меня один раз был такой баг что при тестовых запусках special edition была дальность прорисовки травы поставлена на 0 и в настройках она не менялась помогла только переустановка сборки ну на всякий случай говорю мало ли и наконец финальное третье правило самое сложное почему сложное не потому что какие-то сложные телодвижения требуется а потому что это будет тяжелый моральный выбор для вас запомните вы должны сразу определиться с какими модами хотите играть потому что если вы вдруг передумаете на полпути и удалите мод то как сохранение нечесть все равно ошибки могут остаться и чем дальше тем сильнее будет страдать от этого быстродействия с этим ничего не поделать это вопросы к бетезде новые подключать можно если только они не требуют начала новой игры тогда просто смысл отпадает отключать нельзя если уж так хочется протестировать мод создайте новый профиль с индивидуальными сохранениями и тестируйте сколько вылезет по итог возвращайтесь на старые сохранения не уверены не ставьте захламление модами занимать второе место среди причин постоянных вылетов и тормозов скайриме а на первом месте идут именно бездумные комбинации поставил поиграл удалил особенно в legendary edition да есть моменты когда мод не имеет скриптов например мод на доспехе тогда можно его удалить в процессе для этого отключаем мод заходим в игру сохраняемся и выходим далее запускаем сейф тул для legendary edition или же менее удобный к сожалению фалл рим тулс для версии special edition и чистим сохранение от всего чего только можно вот съешников так то выбор не велик всего две опции авторы обещают расширить функционал когда-нибудь потом видимо когда сид оборуды на горе свистнет у сейф тул все проще и удобнее подгружаем то самое сохранение и прохаживаемся по нему всеми утюгами утилиты fix скрипт дели талк лир овер дал брокен активс в адвенсиде жмем обе кнопки по очереди далее обязательно clean форм лиц и reset havoc сохраняем с возможностью бэкэпа все теперь можно играть и время от времени лучше прохаживаться сейф тулом по сохранениям но знаете чисто первую очередь не там где убирают а там где не сорят сейф тул не идеален да и вы наверняка не можете знать что затронул этот мод на броню автор мог кое-что умолчать мог где-то просто напортачить и эта ошибка может остаться в скриптах даже после удаления мода так что лучше уж не чистить сохранение от мусора а изначально этот мусор туда не вносить если уж совсем не втерпешь и вот обязательно нужно удалить мод то делайте это аккуратно и вдумчиво если там нет скриптов то тем лучше для вас в мод органайзер можно кстати отсеять моды по наличию скриптов а также по наличию расширителя скриптов что примерно те же яйца только еще круглее моды без подобной начинки удалять проще но лучше конечно сразу точно определить чем вы хотите играть я понимаю это очень сложно особенно глядя на обзоры всех этих модов и того хочется попробовать и этого вот не надо несмотря на все оптимизацию сборки несмотря на предел модов для skyrim of 256 чем их меньше тем игре проще потому как изначально она не рассчитана на моды удивлены напрасно будем честны разработчики bethesda при всей общей так сказать гениальности никогда не отличались толковыми программистами отсюда и столько ошибок да они добавили возможность делать моды и прицеплять их но это как какие прицепить крюк и сказать все цепляйте к ней вагона она будет тащить тащить то будет но медленно и недалеко поэтому оке под названием skyrim лучше давать вагоны поменьше special edition с этим попроще но ее тоже не рекомендую чересчур захламлять модами в надежде на то что совершенственный движок те самые вагоны затащит как пить дать не факт сэр и мудсэр и ой не факт живое тому доказательство я тестируя сборку для этого выпуска я умудрился запороть special edition настолько что пришлось сносить все почистую так уж сильно там все тормозило и вылетало лучше уж вдумчиво подходить конструированию игры во время этого прекраснейшего занятия делайте тестовый запуск игры каждые пять и десять модов и хотя бы минуту две побегайте по внешней ячейке в общем то это все помимо сказанного советую также настроить автосохранение на определенный промежуток времени и отключить автосохранение при смене локации ожиданий сборки с lmp такая функция с автосохранением есть в одном из модов можно задать интервал от 10 минут до часа кстати учтите что чем дальше вы ушли в своем прохождении тем дольше будут сохранения самого начала игры они длятся долю секунды а потом уже буду доходить до полутора секунд если вы все сделали правильно то выше подниматься не должно но если быстрое сохранение становится им таким уж быстрым доводя счетчик ожидания до двух секунд и выше значит вы засрали skyrim поздравляю увы сайф 2 тут не поможет а я ведь предупреждал что касается автосохранение при ожидании то это еще ладно хотя как по мне неудобно а вот при заходе в ячейку долгое сохранение нагромождение скриптов из модов может наложиться на загрузку локации содержащие в себе те самые скрипты случится бодобума и вуаля бесконечная загрузка да здравствует команда coc это если что консольная команда на перемещение в указанную ячейку не забывайте также что сохраняться и загружаться можно через консоль командами сейф и лот это иногда удобно но как минимум сохранениями также строго рекомендую сохраняться в отдельную ячейку перечисткой сохранения или же перед тестированием или постоянным подключением нового мода а то вдруг война а вы как раз таки в каске что исписали блокнот ну так а вы как думали и да сразу же говорю давайте не корчите себя криворочек это сложно мудрена я лучше по-старому симулянты все вы умеете все могете просто вам лень инструкция простая для вас даже он разжевал поверьте лучше один раз делать и радоваться чем потом бродить по каналам и группам доставая людей своими идиотскими вопросами а почему у меня этот вот вот не работает с этой сборкой я-то откуда знаю почему она у тебя не работает может потому что мод говно может пожушты сборку сам делал с на может потому что у тебя процессор md for flan 228 а может потому что иди нафиг да грязный нвах извините это из личного ребят я не занимаюсь сборками на профессиональной основе я не отвечаю на вопросы запуститься ли на конфигурации x сборка и гайка я вообще просто говорящая голова какой у меня спрос все бубны убрать отзвон уже башка болит на следующем пленуме клана синего зайца поговорим о том как работать с физикой на special edition постарайтесь до сих пор не угробить вашу сборку вольно смотри сюда Продолжение следует...